всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики эти и другие вместе в одном флаконе всем желаю всего самого доброго есть так ложное учение ведущая человека просто на дно ада это патриотизм еще и зачастую прикрываемая псевдо любовью и к тем кого он защищает на самом деле это просто псевдо любовь и тех кого он убивает ради защиты тех кого он якобы любит я вам зачитаю небольшую переписку под моим роликом предыдущим не убивай убийств ради защиты себя родных и родины ну некий вячеслав пытается мне оппонировать когда твоего близкого одно и то же классика жанр уже тысячу раз конечно отвечал ну и в очередной раз придется это делать когда твоего близкого будут при тебе убивать будут вырезать твой дом что будешь делать когда фашисты войной пошли я отвечаю уже тысячи раз цел человеку то что я проповедую настоящую любовь к людям даже к врагам говорит о том что я не стою в сторонке когда творится беззаконие глядя на мою жизнь а кто смотрел мои ролики где рассказывал своей жизни до покаяния после по моему потому что я делаю чуть ли не ежедневно защищаю истину словесно уже можно понять как я поступаю в жизни и телесно делаю то же самое защищая истину но я не рублю уши не отрубаю головы и посылаю людей в ад на вечные муки если он такой злодей я уже много раз говорил если вы убиваете злодея а вы такой святоша значит вы получается этому злодею не даете никакого шанса покаяться кстати те же самые православные католики и протестанты проповедуют вечные муки в аду грешников ты что же в этих грешников отправляете при веком в ад если они грешники а вы святые получается вы убийством врага на войне фашиста вы его отправляете в ад на вечные муки и тут же за ним катитесь потому что вы никакие не христиане вы никакие не богоподобные вы никакие не ученики иисуса потому что иисус ни разу не взял в руки меча автомата пистолета и никому ни разу не причинил зла даже не ударил никого я уж не говоря больше он источник жизни он начальник жизни как назвал его прекрасно один из его учеников апостол петр а вы начальника жизни убили он говорил в первой своей проповеди так что вы подумайте что вы творите вы творите просто беззаконие я отвечаю этому числа я не говорил что я буду стоять я положу жизнь если надо закрывая грудью или спиной как хотите слабого но не убивая врага он мне опять пишет ну да а враг тебя и близкого убьет вот вы знаете все эти сектанты религиозники православные католики протестанты они абсолютно не верят бессмертие они поют христос воскресе каждое воскресенье они поют это на пасху они поют от на каждых службах они якобы об этом в это читает они не верят бессмертие они его не признают и не принимают своей жизни они не живут чувством вечности на этой земле они уцепились зубами в эту землю и их не оторвешь ни за какие шеворотки они приросли в ней они земляные они плотяные они не духовные и небесные они ничего не поняли в этой жизни меня невозможно убить я вечный максимум что можно сделать недовольного меня святошу убрать с этой земли можно я опять вернусь и опять вернусь и буду проповедовать истину православные вот эти против католики протестанты все эти патриоты якобы там за русь за америку это люди вообще ничего не понявшие в истине это это ангелы тьмы вестники сатаны они проповедники самого ада именно оттуда не извергнуты где христос говорит любите врагов своих это совсем другое а что другое ну пожалуйста будь любезен расшифруй мне правильно посмотри на иисуса смотри как ты просто просто лукаво ты ничего не ответил ты не дал людям никакую пищу ты хлеб и превратил в камни чтобы они поломали себе последние зубы а что ж говорил иисус что твоя брошенная фраза в него что иисус говорил другому любви к врагам да а его поступки укажи мне хоть один поступок где иисус кого-то тронул пальцем или словом убил сказал ты будешь мертвый и он умер по слову иисуса где хоть раз был описан случай подобный даже где петр ананию сапфиры можно сказать умертвил это не дух святой их умертвил это петр это его сердце это его желание они же солгали в церкви до утаили где иисус сделал подобно хотя бы что было подобное с петром его прибивают к христ к кресту он что-нибудь делает и убьют убивает а он благословляет а благословляя вообще-то он свои внутренние энергии дают жизнь этим людям они вбивают ему гвозди в руки они плюют и беснуются над ним и ругаются только благодаря тому что сейчас они дышат этим воздухом и эту жизнь подает им сам иисус бог всячески во всем это он и он дает им эту жизнь он сам себя убивает он соучастник зле который они творят нет он дает им жизнь а они сами распоряжаются как реализовывать свою волю во зло или в добро они остаются свободны он дает лишь им жизнь и силы и здоровье и как они этим пользуются убивают бога так что же имел ввиду иисус покажи мне хоть один его поступок если ты считаешь что его слова имели какой-то другой смысл где он сам научил тому чему учите вы псевдо христиане религиозники фанатике где на что ссылается этот псевдо христианин вячеслав моисей убил египтянина о а где иисус убил иудея а где еврея а где американцы ненавистного где японцы где китайцы где еврея где иисус это сделал ты правильно ты ссылаешься на безжалостного убийцу он не святой он грешник мы сей убил да за что тот только обижал братьев его заметьте у псевдо христиан католиков православных и католиков кто кумиры мы сей который действительно убил египтянина только за то что он только ничего все только бежал я вообще-то в рабстве были их обижали каждый день очевидно что этот египтянин по писанию мы видим забивал просто некого раба до смерти мы сей вмешался и убил его мы все сделал хорошее дело он потом убежал в пустыню от своего народа на 40 лет и жил обычно семейной жизнью он что-то хорошее сделал где бог благословил это дело где хоть раз в писании вы настолько идиоты чтобы читая библию вы все что там написано возвели святость даже без слов автора не автор не бог конкретно этот случай с египтянин вот человек его цитирует заметьте насколько туп этот человек если он иисуса даже в том писание которое нам описано который никому пальцами не притронулся он он ставит он убирает на задворке как иисус правильно не сказал вы заповеди божьи в евангелии путь христа заменили чем злом тьмой заповедями кривотолками бредними человеческими и он ставит вперед иисуса начальника жизни убирает и ставит вперед вам подает блевотин это на тарелке моисея убившего египтянина чем нигде в писании не сказано что и моисеист поступил правильно нигде бог ему открылся бог открывался тысячи египтянам ой тысячи грешникам в том числе и мы сею бог сосли бог разговаривал устами ослицы и что дальше где написано что мы сей поступил правильно что мы должны поступать так же разве иисус этому учил мы сей убил египтянина и вы убиваете это ты учишь вот ты вячеслав ангел сатаны демон без который проповедует людям тьму иисус этого не делал это делаешь ты 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 людям подаешь эту блевотину я пишу ему я ученик христа а не моисея а он не убил своих врагов ты можешь убивать дашь отчет за свою злую жизнь он не пишет ну да вы будете прятаться когда на нас войной пойдут человек настолько туп что когда я ему уже тысячи раз своих роликов игры я никуда прятаться не буду я вперед тебя это ты будешь прятаться как последний секунд а я выйду встану грудью и скажу идите братья своей дорогой или вам нужна земля что вам нужно пожалуйста в россии миллион гектаров они никому не нужны и мы ничего с ними не делаем пожалуйста китайцы придут пожалуйста селитесь живите размножайтесь вместе с нами будьте будем вместе одним народом кто придут американцы пожалуйста фашисты придут как их называют немцы пожалуйста если они захотят меня в рабство я не сдамся я не буду никому служить я не буду никого гнать пожалуйста селитесь живите что вам надо давайте все вместе разделим у меня есть чашка давай поделимся. У нас есть полезные ископаемые, давай вместе их разделим. Давай будем одним государством. В чем проблема? Такие дебилы, как вы, проповедуете вот это вот зло. Вы конченые, ничего не понявшие в этой жизни люди, и вы эту тьму распространяете на всех. Вы ничего, вы не приблизились к истине ни на грамм, ни на грамм. Ничего светлого у вас нет. Вы проповедуете тьму. Вы посылаете в тьму тех людей, которые еще ничего не поняли, и сами за ними летите туда же, в это бесконечное дно ада. Я им пишу, ты, видимо, слеп. Я написал, что я положу свою жизнь, защищая грудь. Мне не надо ни за кого прятаться. Ты обо мне ничего не знаешь. Посмотри это видео о моей спортивной жизни, я записывал. Прежде чем тыкать мне, что я буду прятаться за таких, как ты, или за тех, кто будет прятаться, за кого будешь прятаться ты сам. Ну, еще, по-моему, он продолжает что-то тут. Так. Ты, видимо, понять не можешь. Мне ты понятен. Ты встанешь грудью за брат и тому подобное. Тебя убьют, как барана. Да. Я овца Христова. А потом вырежут все твое стадо. Да, вырежут. И что? Мы бессмертны, в отличие от тебя, который в это вообще не верит. Но ты же стал грудью. Ты же, тебе же убивать нельзя, чтобы защищать своих. Я защищаю своих, в отличие от тебя. Но я защищаю грудью или спиной. Я говорю, ты настолько туп, что ты этого не понимаешь. Иисус встал на защиту своих. Кто был верен? Никто. Он все взял на себя. Никто не пострадал. И он никого не убил. Да, его зарезали как овцу, как барана. Потому что Бог есть любовь. Бог есть кротость. Бог есть смирение. И любовь, и зло. Зло побеждается только любовью. Тебе этого не понять. Тебе, видимо, самому голову отбили, а не тот афганец. Он посмотрел, кстати, тот ролик, который я в комментариях, кто не смотрел, про мою спортивную жизнь, можете найти на каналах. Но если в комментариях напишите, я дам, чтобы вы долго не искали. Два ролика о спорте я написал на этом и на канале о личной жизни. Рекомендую всем посмотреть. Так. Который кровь проливал за тебя? А как ты показываешь и говоришь, что он голову на войне оставил? А эти парни с чеченской войны, где их голова? Вот. Человек настолько туп. Я говорю, сейчас не обижай человека. Действительно, у человека просто мозги перевернуты. Перевернуты в тупую сторону. Сегодня ему думать нечем пока. Ему надо обрести ум Христов. Чеченская война. Я мог застать третью компанию. Кто знает, в России русские воевали с чеченцами. Три компании было. Я почти попал в третью. Мне было уже 17 лет. Тысячи молодых ребят. Тысячи. Гробы приходили сотнями в день. С чеченской войны так называемой. Сотнями приходили. В оконцовке погибло там сколько-то десятков тысяч русских и чеченских ребят и мужчин. Ни за что. Сейчас мы дружим. За что они воевали? Ни за что. Они просто так умерли. Тысячи искалеченных семей. Потерявших кормильца, отца, потерявших брата, потерявших сына, потерявших друга. Просто ни за что. И я на своей жизни, так как это мои ровесники практически, чуть старше поколения, потом я их встречал в жизни, в живой жизни. Этих приехавших оттуда. Им денег, кстати, нормально платили за эти смерти. Они приезжали с деньгами оттуда, с Чечни. Срочники, да, срочники ни с чем не приезжали. Но потом срочники могли перекультиваться в контрактников. И им уже нормально платили. Они приезжали, покупали машины. У них головы вообще не было. Они были настолько тупые и безжалостные, что мне было жалко на них смотреть. Причем, когда они в стычках, они же были королями, такими распушенными. Я видел, как их опускали обычные ребята дворовые. И когда они их опускали в равной схватке, они плакали, как дети. Хотя перед этим он петушился, какой он герой, он в Чечню прошел. Его обычный парень, спортсмен, выстегивал с одного удара. И все. И он плакал, сидел. Я видел таких. О чем ты несешь? Кто за меня умирал? Я никого не просил умирать за себя ни на чеченской войне, ни на афганской, ни на войне с фашистами, ни с Наполеоном. Я никого не просил за себя кого-то убивать. Мне это не надо. Вы убийцы всех, кто убиваете. Вся эта служба в армии, в современной и во всю историю человечества – это зло. Люди, служащие там, ничего не поняли в истине. Они еще от нее так же далеки, как земля от неба. Это бесполезная работа в жизни. Это бесполезная просто жизнедеятельность. Она ничего не дает. Многие гордятся тем, что у меня папа военный, и я ничего доброго сказать не могу. Он провел бесполезную жизнь. Они многие тычут на меня, что я провел бесполезную. А я считаю, что люди, служившие и отдавшие долг Родине, ничего в этой жизни доброго не сделали. Пустая трата времени. Вот так вот. Вот такие. Я ему давайте зачитаю все, что я ответил. Меня он не защищал. Я об этом не просил. Если чего он и защищал, так это карманы толстосумов. Раз. Все войны абсолютно из-за денег. Кто знает, война – это просто бизнес. Ничего там личного нет. Не было ни одной в жизни войны, ни одной абсолютно, у которой не было какой-то либо первое финансовые подоплеки. Это раз. Это тупо деньги. Три искушения в пустыне Иисуса. Второе – власть. Господство. Порабощение ближнего. Третье – тщеславие. И такое было. Просто взять. Фас. У тебя большая армия. Ее надо кормить. Ее кормежку надо чем-то откупать. Фас. И полно-полно глупостей. Женщины бились из-за цариц. Один взял царицу, его своровал или еще что-то, а то мало девиц вокруг. Он берет именно, да, ворует жену там или соблазняет какого-нибудь другого своего, чуть ли не соседа вчера, который был другом правителя. И они дерутся из-за нее. Дерутся народу целой, конечно же. Ни одна война не имеет под собой здравого корня. Ни одна. Углубитесь даже в так называемую Вторую мировую. Углубитесь, и вы все поймете. Хорошие ли были там такие русские, англичане, американцы, кто якобы воевал против фашизма? И посмотрите, кем они были. Точно таким же. Абсолютным зеркалом. Сталин и Гитлер – это одно лицо в двух разных ипостасях. Черчилль. То же самое. То же самое. Возьмите любого правителя. Все одинаковые. Делищик богатства земли, убедивших его пропагандой, что он якобы делает благое дело. И благодаря таким пропагандистам, как ты, эти молодые ребята в Чечне и положили в своей жизни во имя лжи. А когда толстосумы договорились и все поделили туда, там делили тупо нефть, кто знает, влили миллионы долларов тех, кто их туда на смерть и посылал. И во имя чего они умирали. Всем, кто проповедует патриотизм, эту псевдолюбовь к людям, еще и к тому же, да, выдавая это за добро, мне хочется пожелать покаяния, просветления в умах и в сердце. Ничего доброго вы не несете. Вы несете тьму, мрак и разрушение. Познайте истину. Истина сделает вас свободным и всех вокруг вас. А истина проста. Первое. Человек, ты бессмертен и все бытие. Поэтому, когда ты употребляешь слова «меня убьют», «жену убьют», ты не веришь просто в бессмертие. Примирись с этим, с бытием, с Богом, с бессмертием. Второе. Ты свободен. Именно это бессмертие, вечное перерождение и даны нам Богом для того, а точнее мы просто ими обладаем, для того, чтобы мы самоопределялись, где и с кем мы хотим быть. Если мы хотим покорить человека, отвратить его от зла, мы можем покорить его и сразить его навсегда, это любовью. Единственный фундамент, на котором может стать все бытие, есть, оно есть, присуще в каждом, но должно раскрыться, это именно любовь всеобъемлющая. Поэтому любой человек на этой земле умопомраченный, кстати, вот и те, кто пишет такие комментарии, вы должны прийти в покаяние и в просветление. И тогда мы станем все членами и гражданами одного небесного царства, где никто никогда никому не причиняет никакого зла и готов свою жизнь отдать, причем временную, даже ради того, чтобы у тебя мозги встали на место. Вот ты меня сможешь прибивать ко Христу и будешь это делать. Такой, как я, никогда. Я на словах, как Иисус, могу с такой вот серьезной миной, да, суровой, обличать. Ну, я зла тебе никогда не причиню. Будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok